привет всем продолжаю подводить итоги прошедшего события кинопоказа красной таблетки празднования международного мужского дня 19 ноября нельзя обойти и искать темную сторону этого события честно говоря когда самопроизвольно у меня начал набираться материал вот на этот вот каст который я сейчас собираюсь сделать я собирался из него сделать предпоказанный ролик то есть свою часть свое выступление основать вот на этих данных на этих скриншотах в том числе потому что ну действительно был в общем и фрустрирован и зол и вот это вот ощущение натыкание на стену постоянного но конечно очень неприятные эмоции рождает скажем так но во первых постепенно я просто понял что с этими товарищами связываться не надо в общем нужно сфокусироваться на том что нужно успеть сделать положительного то что нам будет полезно то есть тратить на них эмоции это просто тратить свое время которое правильно использует другом направлении а во вторых я подумал что не место им на праздники не место перед кинопоказом не хочу я тратить экранное время которое мы оплатили своими взносами усилиями стараниями умениями не хочу это время тратить на на этих вот людей сервисы сайты и так далее они просто этого не стоят так что все что здесь сейчас будет показано это идет таскать звездочкой с ноской в конце нашего таскать праздника и это наука на будущее некая тоже такие лессин слёрн да то есть выученные уроки что нужно учитывать и нам и всем остальным кто захочет что-то подобное делать или повторять итак я вам сейчас расскажу как я пытался продвигать ролик анонс то есть не трейлер фильма никакие заявления вокруг содержания фильма а только анонс события вы помните этот ролик да он был такой небольшой музыка и просто изменяющийся текст на экране единственное в чем была его цель это первое сообщить о мероприятии о дате попросить репостов то есть призвать к распространению ролика дальше и в комментариях к нему должна была быть ссылка на собственно события на бум стартер и вот несколько красноречивых моментов которые в целом показывают восприятие и мужчин и самой тематики и выглядит это все в общем достаточно согласованно это не выглядит как совпадение это некая политика как уж они между собой согласовывать я не знаю но это и не важно в общем невероятные приключения одного ролика в россии поехали так первый кто у нас отметился не хорошим образом это life journal к нему конечно трудно предъявлять претензии потому что life journal в общем давно уже площадка слитая к сожалению управляет ей там непонятные люди из явно идеологизированных соображений каких именно понять сложно судя по топу тем не менее там все-таки время от времени что-то надо пишут сносное и люди все-таки время от времени его читают и там есть услуга промо то есть некий пост который вы написали можно за небольшую музду вынести в так называемый промо блок который там выводится сначала сверху на на странице топ и потом через равные промежутки они там начинают убывать в общем они появляются на главной странице я подумал ну а чё же нет принципе по деньгам нормально там не помню сколько это стоило сейчас боюсь соврать счет порядка 800 рублей по моему там эквивалент стоимости было еще нужно купить их попугай какие-то местные там токены за эти токены купить себе слот причем цена слота меняется во времени я выбрал в общем явно не самое козырное время то есть цена была какая-то ну разумная скажем так я разместил пост в своем собственном журнале вот у меня их там не один но в общем не есть российский журнал который в российском в журнале и есть в зарубежном соответствия разместила в российском там ничего не было там был только заголовок и собственно вставка встроенный код этого ролика который вел на ютюбе больше ничего и оплатил его размещение в промо он ушел и какой-то момент даже был виден действительно на вот этой главной странице на топе в самой первой строчке но провисел он там ровно одну минуту буквально через минуту его сняли типа за нарушение условий использования забегая вперед потом завязалась некоторая переписка обсуждение чё собственно было нарушено они продолжали настаивать типа что это коммерческие услуги которые у них титан вот в этом блоке типа не должны быть я так и не понял в чем заключается коммерческость этой услуги давал ссылки и на statement на бум стартере и там на пальцах описал так сказать что это все это не коммерческий проект не ставит целью заработок это проект социальной общественной и даже тонко намекнул что вообще-то говоря типа социальная площадка могла бы и в общем и бесплатно помочь на с продвижением таких тематик вот но это так уж совсем понятно что это утопия но все это было потом потому что сначала все мои сообщения просто уходили в пустоту то поддержка как обычно как я уже говорил как узнать поганый сервис у поганого сервиса обязательно нет конкретных людей нет телефонов все абстрактно все виде каких-то форм куда она уходит хрен пойми короче ты туда кидаешь все свои там эти сюжеты про них думаешь вот и в ответ тишина и так продолжалось в течение пяти дней я естественно забил на это достаточно быстро как бы ну не отвечает не отвечает что с ними делать буквально через пять дней ровно на том самом месте где должен был за пять дней до того висеть мой пост появляется вот такое замечательное объявление и фиг бы с ним с объявлением естественно зашел посмотреть что там некий человек там спросил так иронично ну подразумевая что мы в общем все хорошо представляем себе политику живого журнала в этом вопросе типа разместили бы вот такое же объявление касаемо какого-нибудь мужского форума естественно никакого ответа там от живого журнала под этим не было зато ответил я на эту реплику я написал что вы удивитесь но буквально там несколько дней назад я пытался сделать именно это я говорю и пост провисел ровно одну минуту и вот после этого ожила поддержка вдруг после этого я получил ответ от поддержки на почту то есть сначала анонимные никакой вообще реакции не было деньги естественно не списали и не вернули то есть вот момент когда вот это вот снятие поста произошло за одну минуту деньги не вернули то есть вот эти вот попугаи которых они себе списали они так и все были списаны значит после моего вот этого комментария к этому женскому форму поддержка ожила завязалась переписка и в итоге после там ну препирательстве споров они мне написали типа что поскольку у вас это первый раз но еще бы блин то в виде исключения мы вам вернем типа жетоны вот эту наш за эту неоказанную услугу вот но я во первых и замерил что это был и последний раз когда эти услуги пользовался с одним но я собираюсь вот этот самый конкретный ролик который я сейчас записываю я собираюсь разместить его за их же деньги в промо почему потому что вот эти самые попугаи которые хотел вернуть тоже сказал что это конечно очень трогательно что вы мне вернули своих этих попугаев там токены эти живого журнала но мне вообще-то нужны деньги они пригодятся в день другом месте там где люди готовы но помочь за эти деньги а не то что вы тут делаете мне написали типа что услуга жетонов она вам оказана смотрите там ссылку мелким шрифтом на соглашение о сервисе в общем короче эти попугаи не возвращаются то есть попугаи остались у них и не помню какой-то микроволен стоимости на счет типа 800 рублей что в таком духе вот так что так сказать сами меня подталкивают к тому чтобы я все-таки попробовал их потратить у них же я это попробую сделать мне очень интересная реакция я почти уверен сколько этот пост провисит и я и что опять будет такая же вот в пустоту на поддержку уходите что они него во второй раз напишут по поводу нарушения правил ну увидим но в общем итог этой самой первой главы с лайф журналом лайф журнал ты ну скажем так лайф журнал вот лучше тут не скажешь больше мне чего добавить глава 2 фейсбук фейсбук у меня я в общем активностью там не занимаюсь он у меня служит больше таким сервисом для регистрации в других сервисах то есть через него удобно входить во все сервисы которые поддерживают авторизацию через фейсбук этом крайне редко что не публикую фактически этом пару раз использовала только для участия в этом вот западном сообществе очарований женственности больше не для чего тем не менее я решил что там для поисковых запросов или если ссылки придется отдавать то еще будет полезно я не состою ни в каких сообществах там вообще куда я мог бы это публично публиковать я его разместил на своей личной странице на своей личной стене просто ролик с анонсом и все очень быстро от фейсбука ну вы и так знаете да все наслышаны политикой фейсбука кто такой товарищ цукерберг там и как он в общем как он себя ведет в сети и роджер вот раз про него тоже отдельно высказывался но в общем так вот моя публикация которая сделана в моем личном блоге да там и видно только моим друзьям в общем она скрыта и вижу ее только я сам то есть кому это выложил непонятно социальная сеть так и узнаете что можно сделать знаете я не стал тратить время потому что меня нет никакого желания переписываться с этими с погаными сервисами с роботами этими никакого и я все понял как бы так все было понятно просто отмечу да что это было лично на моей странице даже не в сообществе ни в каком промо нигде это было лично в моем блоге можно было бы еще понять если у меня был дизайн там 10 тысяч френдов да и они бы все это увидели и там разнесли по своим сетям но у меня там пять человек 5 просто исторически так сложилось из них три человека это граждане сша это связанные с очарованием женственности все вот так сказать масштабы моего вторжения на фейсбук итог фейсбук ты в общем-то тоже life journal скажем так google google многих из нас достало то что происходит в виде этих рекламных роликов до при просмотре других роликов у тех у кого они монетизированы тем не менее в кои-то веке мне понадобилось для дела я решил что но почему бы нет я сделаю небольшой ролик он будет там порядка пяти секунд то есть это даже не по-моему я делал не этот не flash который там был около полтора минут а по-моему это был 5 секундный ролик что-то в таком духе то есть вот пять секунд то что я назвал spot то есть три фразы которые появляются под три барабанных удара там это реклама на гугле я завел аккаунт без проблем все там это связалась значит с моим собственным аккаунтом ютюбовским это платная услуга я заплатил за нее деньги за то что я купил вот то что я хотел точнее купить у гугла стоило 3000 рублей там сколько-то показов это должно было быть причем я сам мог выбрать в каких областях у каких на чьих каналах должно показываться вот я там сделал свои преференции выборы и отправил но естественно как и любая другая там реклама у гугла есть тоже какая-то эта модерация то общем то логично но просто я насколько я знаю я не рекламировал там не там какие-то мусульманские государства никакие там террористическую деятельность даетами не продажу наркотических веществ я всего лишь разместил анонс о событии из 5 секунд в общем в итоге обычно модерация занимает сутки написано google значит этот вот ролик провисел на модерации восемь дней восемь дней и в конце концов значит штамп который там поставили что реклама от отвергнута ну я не не до конца понимаю что там это значит даже но в общем короче говоря по юридическим причинам отвергнута для россии она она естественно заказывалась для россии опять же не стал время тратить на переписывание с роботами просто вот как факт в общем думали восемь дней вместо суток в рекламе естественно то есть не как пускать естественно для нашего этого с джей доблую мира да но google не стал приводить деньги не какие-то попугаи и отказывался обратно их возвращать они их вернули полностью то есть просто вернули на счет что я должен сказать в общем говорит о них в лучшую сторону чем например о life journal то есть хотя бы не ограбили уже хорошо но в целом google должен сказать ты тоже life journal благодарю что ролик не снесли а ведь могли да вот видите как приходится приходится благодарить не за помощь а за то что не навредили еще сильнее чем навредили вот так мы живем ну и ближе к нашим российским особенностям я тыркался на несколько разных сайтов их все их примерно представляете себе там ну такие известные сайты где я думал что эта тема должна быть интересно и как бы они по-хорошему сами должны быть заинтересованы продвигать эту тему то есть двигать информацию в массы дети mail.ru да вот семья.ru ну еще там ряд формы от таких уже был примерно похожих значит семья.ru просто форум потому что там сайт честно говоря древний выглядит как будто он не знаю из прошлого тысячелетия тем не менее там есть форум на форуме есть там некоторые довольно живые конференции я решил что ну почему бы мне просто пост не разместить там со ссылкой для всех интересующихся буквально спустя несколько минут после размещения поста я разместила в разделе общество никаких выступлений с моей стороны там не было я просто рассказал что вот ну да вот будет событие сказать там смотрите ссылки и вот вам анонс реакция как можно убедиться очень похожи на фейсбук под предлогом что у вас не соответствует выборной теме общества сейчас если это модератор слышит то в общем точнее даже скорее начальство этого модератора вот взвесьте сами как бы это вообще то что здесь написано это как вам в общем из публикации убрана из публичного доступа да и перемещена в ваш личный блог кому она там сдалась в этом личном блоге совершенно непонятно обязательно приписано в конференции не осталось исходного сообщения но естественно что могу и чей-то комментарий один из там успел ответить я не знаю даже этот модератор не модератор но неважно я обещал увековечить этот комментарий я его увековечиваю вот виде скриншота я в ответ на значит в ответ на то что типа это не относится к теме общества написала типа ну как это нет я уже ну скажем так я почти уже вспылил да но без перехода на там непечатный текст а я говорю как это не относится к теме общества к чему она тогда были на относится вы знаете ли вообще кто такая кейси джей и вот естественно но понятно что это определенный тип людей которые таких местах сидит нет не знаю а кто это неприятная женщина то есть вот все время смеются пастернаком там сейчас любят вспоминать пастернака в контексте закон о профилактике домашнего насилия вы же его не читали ну я например читал проект закона домашнего насилия поэтому когда я говорю что решительно осуждаю я знаю что я осуждаю а вот товарищ который это написал он вообще не знал о чем сейчас писал не знаю узнает ли или нет сегодня с утра я туда сделал пост между прочим на память им сказать напомнил о себе сказал помните вы не знали что такое и почему это относится к теме общества эту добросил ссылку на агентство рост прямая вера сегодня кстати смотрите ссылку в описании про наши события так сказать начинают писать в новостях в общем по двое черту семья рут и тоже life journal и это называется самый семейный сайт мне кажется такой семейный сайт должен убиться об стену вообще позорище конечно я помню что и на детях mail.ru и на семья ру регулярно вообще мужчин гоняли с форумов просто там толпа накидывается что вы тут делаете вы не видите сайт написано семья ру чего тут забыли мужики пошли вон отсюда и в общем как бы ничего не меняется уже на но и бег этом последний раз был лет десять назад наверно уже около того и вот 10 лет прошло как будто вчера все то же самое ну в общем я мог бы еще несколько таких скишотов привести на более мелких уже там из каких-то сообществах там я просеивал социальные сети пытался что-то там на чистом психологии какие-то рассылки там семейные и так далее в общем всем кто вот так вот помогал хочется сказать что вы тоже все life journal и очень сильно life journal и и просто для примера это я наверное мог бы ну приличную подборку сделать таких примеров но просто этот уж больно яркий я решил его таскать вставить именно в этот ролик что показать что не все было так вот однозначно то есть крупные товарищи реагировали вот так я показал вот как например в очередном из там я просто рассылкой но как писал вижу сообщество отцам посвящено там вконтакте в одноклассниках там где-то еще это написал просто сообщение модератору сказал что вот там есть такое сообщение пожалуйста вот разместите и сочтете нужным вот обратите внимание когда люди понимают тематику и понимают о чем это вообще какое это имеет значение ответ спасибо мы уже размещали этот анонс но если вы желаете то еще раз запустим и я тогда ну так сказать осекаюсь и говорю что ой но раз размещали то пожалуй пока не стоит там может попозже если у нас будут проблемы вот собственно и все что нужно понимать о том как но хочется сказать общество не знаю насколько это общество те кто пытается рулить обществом через цифровые средства как они смотрят на эту проблематику это не только широко закрытые глаза это широко закрытые сайты широко закрытые новости широко закрытые рассылки пересылки и прочее к сожалению и также заключение сказать last but not least наконец-то не в последнюю очередь должен заметить что на фоне вот этого всего того что происходило с этими вот сайтами крупными и даже с платной рекламой заметьте конечно у меня были большие сомнения что я ждал в общем подвоха от бум стартера какого-нибудь ну ну у меня были причины его ждать потому что уж больно картина вся складывалась вот как бы сказать вся очень такая однородная понятное предсказуемо то есть про крупные сайты я все понял поэтому я думал что и проект могут не одобрить на модерации или одобрить но там какие-нибудь палки начать в колеса вставлять или там какой-нибудь саботаж устроить там с техническими якобы проблемами и и с деньгами собственно наколоть да потому что ночью греха таить есть люди которые жалуются там что им там не знаю долго выплачивать не полностью оплачивать и так далее со своей стороны должен сказать что я был поражен тем что вот я впервые в жизни в эту тему вообще влез то есть я никогда раньше не создавал никакого краудфанда это был первый точнее сразу два когда два проекта сразу две первых попытки и у меня получилось все достаточно быстро и просто то есть я буквально вот там создал эту страницу заполнил анкету там модерация заняла стандартное время вот сколько обещали столько и заняла второй проект намного быстрее прошел модерацию там по моему сутки что всего они модерировали все было оформлено чит четко там чисто честно и вот на тех условиях на которых они обещали да да выделили человека который тебя курируют которым есть телефон можно ему звонить там спрашивать там макита там просить там техническую помощь оказывать консультации так далее и деньги за первый проект выплатили уже давно буквально читам в течение у них заявлен помочь там 20 дней что ли на выплату а в реальности их заплату деньги перевели физические деньги уже перевели по моему меньше трех дней заняло банковских и и это очень сильно помогло потому что позволило естественно бронь сделать сразу они дожидаться там практически когда уже иначе пришлось бы делать это просто из своего кармана все там это бронь зал и так далее все это было под вопросом да то есть все это было бы очень волнительно в итоге получилось вот чистое как по часам и в этом смысле должен сказать что из крупных сайтов будем стартер стоит исключением вот конкретно в моем проекте нашем проекте с мэдом за что им огромная благодарность и считайте это за рекламу вот я говорю лично для меня это сработало на ура и сами снова придется это делать я буду это делать снова у них как-то так и благодаря этим сообществом типа отцовских которые примем как пример вам всем кто или пересылал информационную или там помогал нам финансово или каким угодно образом даже если просто устно рассказали об этом кому-то что вот есть такое событие неплохо было бы его посетить то вы нам помогли и за это вам огромная благодарность и поэтому у нас все получилось не благодаря вот этим всем монстрам бесполезным в лучшем случае как получается в интернете а практически вопреки им но все получилось спасибо за внимание всем пока а вот этим вот героем перечисленным в первой части позор shame on you если корпорации это люди то вы это такие люди которым не подают руки и с которыми дел не имеют всем пока